Здравствуйте, хотелось бы сделать небольшие комментарии к тому, что происходит вокруг Славянска, что у нас вообще творится, ну и сделать заявление определенное. Значит, вчера противник полностью окружил Николаевку, ожесточеннейшим образом ее обстреливал из всех видов оружия, из тяжелых установок СЗО, из гаубиц, из минометов, танками, БТРами, очень большие разрушения. Количество жертв восстановить даже невозможно, потому что в городе ничего не работает. Наши отряды, которые находятся в Николаевке, сейчас продолжают бои в окружении, связи с ними нет. Николаевка полностью отрезана от Славянска. В настоящее время с юга к городу по трассе Харьков-Ростов на Семеновку движется большая колонна бронетехники противника. Одновременно противник продолжает непрерывный обстрел города, Семеновки, артиллерии. Разрушена вчера была и горела Николаевская ТЭС. В принципе, мы имеем дело с неприкрытым геноцидом. То есть для того, чтобы сломить сопротивление ополчения, противник незадумываясь применяет все средства вооружения по мирному населению. Естественно, что ополченцы, видя разрушение и гибель мирных жителей, начинают терять волю к борьбе. Я хочу вам сказать, что в Славянске нет ни одного чеченца, ни одного наемника, нет ни одного человека, который бы находился здесь не по доброй воле. Если раньше 90% бойцов составляли местные, сейчас они составят 95%. Из всего гарнизона может быть несколько десятков человек, прибывших из России. Большинство, подавляющее большинство, это граждане Украины, из них подавляющее большинство жителей Донбасса. Люди, которые сознательно взяли в руки оружие, чтобы защищать свои дома, свои семьи, свою родину. Чтобы защищать свой язык и свою культуру, чтобы защищать Россию, потому что от нее они никогда не отделяли себя. Они считают себя русским, они хотят жить в России. Это право у них отняли. Отняли давно, а теперь, когда это право они попытались восстановить, Россия не хочет помочь им воссоединиться со своим народом, со своей большой русской семьей. Это очень тяжело осознавать, что за три месяца, скоро уже три месяца, как мы пришли помогать местному населению защитить свои права, что за три месяца нам практически не поступило никакой реальной помощи. Я не скажу, что Россия не помогает. Огромный поток гуманитарных грузов, снаряжения, форм идёт по частным каналам. Но того, что нам крайне необходимо, нам не поступает. Поймите, что даже если нам дадут два танка, четыре танка, десять танков, пять-шесть орудий, даже если нам вдруг прилетит один раз самолет, это уже не сыграет никакой роли. За время перемирия украинская армия провела полное сосредоточение и мобилизацию. Более 60 тяжелых орудий сейчас смотрят на Семеновку и на Савинск, на Краматорск. Два десятка установок РСЗО, в том числе Грады, Ураганы, Смерчи. Тяжелейшие, тяжёлые миномёты. Всё это, смотри, сюда. Снарядов у противника столько, сколько я не видел, что было в Чечне. У нас столько снарядов не было в своё время. То есть вся эта артиллерия непрерывно работает. Колонны снабжения идут непрерывно. Подбрасывается техника. Харьков доблестно ремонтирует в день по полтора десятка машин. Мы подбиваем одну-две единицы бронетехники в день. Не более того. Противник успевает наращивать силы и средства быстрее, чем их расходы. Причём намного быстрее. Если Россия не добьётся немедленного прекращения огня и заключения перемирия, либо не ступит своими вооружёнными силами за нас, не ступится за русский народ, который здесь проживает, за часть русского народа, мы будем уничтожены. Мы будем уничтожены в течение недели, максимум двух. И первым будет уничтожен Славянск. Со всем его ещё многочисленным населением. Здесь осталось ещё более 30 тысяч человек, милых жителей. Мне предлагают взять на себя ответственность за их гибель. И за гибель той бригады ополчения, которая находится в своём распоряжении. Мы готовы сражаться. Мы готовы погибнуть. Но не хочется погибнуть бессмысленно и похоронить под развалинами города людей, которые нам поверили. Некоторые считают, что я паникую, что я нервничаю. Да, я нервничаю. У меня каждый день гибнут солдаты. В больнице переполненные ранены. Очень тяжело видеть детей без ног разорванных снарядами. Мы будем сражаться. Нам очень нужна помощь. Спасибо.